Программа «Утро» с нами продолжается. Да и не только с нами, она продолжается в любом случае. Первый день летом, день защиты детей. И у нас тут продолжаются чудеса настоящие. У нас чудеса, они вот есть, были и будут, но то, что вы будете видеть в данной программе, это будет великолепно. У нас в гостях настоящие фокусники-покусники. Люди, которые совершают то, что может быть наукой и можно объяснить, но тем не менее хочется продолжать верить в чудо. Андрей, Марта Колбаненко в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Ку-ку. Как ты здоров, как ты говоришь «доброе утро»? Ку-ку. Марта, давай для начала скажем зрителям, сколько тебе лет? Четыре года. Четыре года. Давно делаешь опыты? Да. На телевидении первый раз? Нет. Уже была. Марта у нас уже человек опытный. Да. Микрофон, этот несъедобный, моя ласточка. Скажи мне, ты какие сегодня будешь нам опыты показывать? Вот я смотрю, у тебя роза в руках. Что ты будешь с ней делать? Замораживать. Правильно, чтобы цветы дольше у нас сохранять, замораживать. Еще ты сделаешь, по-моему, газировку, да? Да. Смотрю, попкорн. Это ты нам принесла угощение или тоже с ним что-то сделаешь? Да. Что да, сделаешь? Сделаю. Хорошо. А вот это что за сахарная пудра? И я тебе скажу так, Марта, как настоящая женщина, под финал сделает небольшой взрыв, да, Марта? Да. Отлично. У нас кто сегодня помогать тебе будет? Папа. Папа. Папа у нас младший помощник. Ну, а что, какой первый фокус? Давай заморажим розу с тобой. Давай, не зря же мы ее принесли. Будем замораживать с тобой розу? Хорошо. Давайте так, чтобы мы вам не мешали, может быть, папа тогда прокомментирует нам, скажешь, что, зачем делает, а Марта, как настоящая фокусница, и сделает опыт. Начинаем с розы. Давай. Давай. Смотрите, мы берем жидкий азот, это такое холодное такое вещество, температурой минус 196 градусов. Довольно-таки опасное, но если с ним обращаться так, как нужно, то, в принципе, получаются довольно интересные, необычные опыты. Мы его заливаем в миску и попробуем эту розу просто окунуть туда. Сейчас, дожди, не торопись. Здесь? Вот смотрите, чтобы вы увидели даже, насколько он холодный, можно просто подуть туда, и он будет очень сильно испаряться. Марта, дуешь? Да. А, ну давай дуешь. А, ну попробуй, подуй, подуй сюда. Какой, как прохладненький, это то именно, чего нам хотелось с утра. Свежо. Утром с азотом всегда свежее. Давай, теперь окунаем туда розу. Буквально ждем несколько секунд. Ну, те, кто смотрел фильм «Терминатор», знают, что должно сейчас произойти. Да, абсолютно верно. В «Терминаторе» как раз использовался. Во второй части? Жидкий азот, да. После этого, в принципе, мы ее достаем. Внешне роза практически не изменилась, просто немножко дымится. Но, ну, если ее сжать руками, то она просто полностью рассыпается на миллион таких осколков. Становится хрустальной, грубо говоря, и рассыпается. А, дайте попробовать. Ты пробовала уже так ее в крупинки превращать? А ну, попробуй. Как-то нет, мы с тобой уже миллион раз проводили. Слушай, по-моему, она вот холодная-холодная. Ты не замерзаешь, когда делаешь этот опыт? Нет. Любишь прохладу, да? Почему мне не досталось крупкой? Потому что... Смотрите, смотрите, полная миска азота с розой. А, то есть можно просто взять и... Если буквально на секунду окунуть пальцы в температуру минус 196 градусов, ну, ничего не будет. Мам, главное не передержать. Давай мы Славе нашему подарим это то, что от розы осталось, и чтобы он помнил, что роза упала в лапу Слава Анина. Красивая была роза? Да. Холодная? Что ты с ней сделала? Рассыпала. Рассыпала. Роза рассыпчатая. Давай сюда. Скажите, пожалуйста, тебе часто цветы дарят? Нет. Нет. А как думаешь, почему? Может, маленькая еще? Потому что постоянно ее замораживаешь. Да, замораживаешься ты. Не достаешься. Ты мне скажи, у тебя есть братики-сестрички? Братиков нету, сестрички есть. Сестрички сколько? Две. Так, как зовут? Василиса. И еще? Агата. А сколько им лет? Что ж ты... Василисе один год, а Агате не знаю, забыла. Агате один месяц всего лишь еще. Ой, так ты самая старшая. Ты мне скажешь, а хочешь, чтобы уже быстрее выросли и помогали тебе делать твои опыты? Да. С кем играешь с Василисой часто? Помогаешь маме воспитывать? Да. Да. Ага. Красивые у тебя сестрички? Да. Ой, какая же ты моя хорошая. Какой дальше опыт будешь делать? Газировку давай приготовим с тобой. Давай. Давайте прохладимся, уже хочется газировку. Ее пить можно будет? Нет. Ее можно будет пробовать, но немножко необычным образом. Я смотрю, перчатки тебе по размеру купили, да? Перчатки как раз по размеру. Немного великоваты, но ничего, для опыта нам самый раз. Одевая перчатку, мы берем вот такую вот колбу, вот с таким носиком. Здесь залита обычная самая вода с пищевым красителем. Вот. Нам единственное для полноты эксперимента нужно добавить кипяток. И опять же, мы сюда засыпем такое холодное вещество, которое называется углекислый газ. Ну, в газировке содержится газ. Вот мы будем забрасывать замороженный газ. Я смотрю, а роза там все варится и варится. А роза будет долго вариться, пока не испарится весь азот. Где-то минут 10, и вот эта жидкость, она полностью испарится. Ее не будет останутся одни кусочки от кузов. Давай, я тебе помогу. Тут еще капу, вот пальцы. Ну, ну что-то... А, еще не хватает одного пальца? Да. Один потерялся. Так, скажи мне, у тебя какой самый любимый опыт? Что ты больше всего любишь делать? Химичить. Химичить. Опа, а где ты дома химичишь? Варной. А что ты там химичишь? Пену. Пену. Ну, все, а пену из чего делаешь? Давай, рассказывай, чтобы я тоже, может, попробовала бы. Из геледокупания. Так, еще что-то берешь? Там шампунь, духи мамины, мыло. Не, не вину, мамины. Все, берем чистый гель для купания. Дальше что делаем? Смешиваем его. С водой. И сильно-сильно разбалтываем в ванной. Вот вам самый простой, элементарный опыт и фокус от нашей Марты. А сейчас, что еще будет Март делать? Что еще сделать? Газировку. Газировку. Как вы думаете, где вот может храниться вот этот газ? Откуда мы его взяли? В холодильнике. Нет, не в холодильнике. Так, это значит, газ заморожен с помощью жидкого азота. С помощью жидкого азота достали газ. Подскажение. Мы взяли самый обычный огнетушитель. А, вот это вот самый углекислотный огнетушитель. Огнетушитель. И просто его достали оттуда, это углекислота. Теперь мы этот газ берем по кусочку и начинаем забрасывать вот в такую вот клубу. Главное перчатку по размеру. Так, бери еще. Слушай, ну смотри, и даже не волнуйся, опять что-то дымится. Газ начинает испаряться, жидкость наша закипает, начинает бурлить, наполняться газом. И вот, в принципе, наша газировка практически готова. А тебе не страшно делать эти коты? Интересно? Да, интересно. А всегда все получается? Да. А вот его нельзя долго держать в руках, он очень-очень холодный, минус 79 градусов. Поэтому делать нужно все максимально быстро. Теперь, в принципе, это все нужно размешать и закрыть пробкой. Обожаю, как это все выглядит. Чувствую, сейчас нас в кадре уже не будет видно. А теперь, на что это похоже? Как ты думаешь? На какой-то кипящий чайник? Да. Да, а для того, чтобы попробовать нашу газировку, нужно открыть рот пошире и получить порцию вот такого углекислого газа. А мы после этого не будем... Безовременный, а проверим. Голос не будет пистлявый, как после... Это другой газ. Какая вкуснятинка, это молодец. Слушай, вентилятор не нужен, а? Друзья, вот на самом деле, жарко было, а вот пришла Марта с помощником, и все, и у нас сразу прохладнее стало. Летом как будешь отдыхать? Хорошо. Хорошо, будешь отдыхать. В садик ходишь? Да. Друзья, подружки есть? Да. Привет им передашь? Да. Передавай. Привет. А как зовут? Катя и Настя. Катя и Настя, а воспитательница как? Гурнала Лемзейна. Еще есть Олга Георгиевна. Вот вам большой привет от нашей Насти. Вот человек на вес золота летом со своими опытами. Настоящая деячая прохлада. Газировка есть у нас, освежились. Розу принесла. Еще что? Так что, я так понимаю, у нас еще по программе был попкорн и взрыв. Конечно, нужно что-то приготовить. Давай попкорн. Приготовишь попкорн? Газировку мы сделали, а теперь мы угостим. Да, угостим таким специальным попкорном. Тебя сильно замерзло? Ну, сейчас согрейся. Смотрите, мы берем самый обычный попкорн, он уже готов. Да. Что мы сюда заливаем, скажи? Надо... Ну, попробуйте, это безуслана. Ну, а заливаем мы сюда все тот же жидкий азот. Угости попкорном, угости. Так, стоп, для попкорна нужно, наоборот, температура высокая. Этот попкорн уже приготовлен. То есть мы его не готовим. Мы берем уже приготовленный попкорн и просто его сварим в жидком азоте. Мы сейчас просто... Вареный попкорн. Ты знаешь, из чего попкорн делают? Нет. Из кукурузы. Из кукурузы. Кукурузу же варят? Да. Все это вылили. Он начинает там кипеть, бурлить. Мы его размешиваем хорошенько, чтобы он сварился. Нам нужно опять же подуть туда. Ой, елки. Потому что иначе чудо не произойдет. Поднуйте, а щеките просто вот эту прохладу. Боже, я здесь и останусь. Юржик в тумане. Уживаю. Возвращение лебед в тумане. Так, и в принципе наш попкорн готов. На ком проверим? Подозреваю, что... Слайд. Давай на саю проверим. Вкусный мой, давайте проверим. Я расскажу, как вам нужно кушать. Вы мне даете ладошку. Мы даем вам несколько кусочков попкорна. Вы его кладете в рот и жуете с закрытым ртом. Важно его жевать с закрытым ртом. А ты пробовала такой же? Добиться нужного эффекта. А мы сейчас попробуем. Не пробовала? Нет. А хочешь? Кого не жалко. Ты же похож на дракона, да? Я правильно понял? Я сейчас дымился. Немного из носа. Да, давай попробуем. Давай ладошку. А я хочу, давайте. Ну я тоже хочу на это со стороны посмотреть. Ага. С каждым прижатием челюсти. Вот так вкусно. Я? Да. Папе надо. А ты хитренькая, я смотрю. Видите, вот они, настоящие женщины. Ну съешь маленький дракоша. Ну один. Держи, попробуй. Тогда вот. Нет. Нет. Вот так. Он низкокалорийный, если что. Ладно. Солнышко ты наше хорошее. Давай, может быть. Бабахнем. Взорвем студию. Она, надеюсь, застрахована у нас все. Так, ну вы тут работайте, я пошел пока. Нет, нет, нет. Как ты думаешь, мальчишки трусихи? Нет, не трусихи. Вот. Так что ты никуда не уходишь. Как вы думаете, что нам нужно добавить вот в самое холодное вещество, чтобы было много-много такого испарения? Вот не надо сейчас. Горячая, наверное. Горячая, точно. Смешает две температуры. Самую холодную и самую горячую. Что мы сейчас попробуем сделать? Папа тебе всегда помогает? Да. А есть у папы любимый какой-то опыт? Что он чаще всего делает? Не знаю. Не знаю. Биг Бадабум в ведре. Самое простое ведро. Ну что, ты будешь взрывать или я? Я. Ты будешь взрывать. Ты будешь взрывать. Ну давай. Это по-настоящему, это по-нашему. Ну, как говорится, жди. Аккуратненько. Проходим. Так, я так понимаю, вам еще понадобится... Четыре года. Да. Я представляю, когда нам будет пять. Папа мне. И будешь. Миллион раз ты уявляешь. Просто бери в эту штуку. Аккуратно выливаю ее вот сюда. И тут выходит Алла Пугачева. Песней. Скорее волк и зайцы. Ну, погоди, а ты такой холодный. Холодный, как в сверху океане. Берем кипяточек. Ты готова? И то же самое делаем. Просто его туда выливаем. Готова? Да. Прощайте. Ой, класс! Нет, друзья, по-моему, в нашей студии еще такого не было. Определенно, это невероятная красота. Марк. Дуй туда, дуй, хорошо. Это будет много. Хорошо, Слава. Вот тоже все дуют. Дунем все. Слава увлекся. Это самый настоящий фокус. Вот так могут взрывать и зажигать женщины, девчонки, девчонки в нашей программе. Ребята. Остудили. Освежили. Освежили. Прохладились вместе с нами. Хочется, чтобы в следующий раз, когда придете, тоже такие и еще каких-то интересных нам опытов принести. Иди сюда, Марточка, иди сюда, я тебя спрошу. Маму, папу любишь? Да. А что бы ты им пожелала хорошего? Спокойной ночи. Вот так, друзья, в нашей программе. Восемь часов тридцать три минуты. Ребенок хороший, заботясь о здоровье своих родителей, желает спокойной ночи. Гости, к нам еще придешь? Да. И новые фокусы и опыты научишься делать? Да. Попкорн оставишь мне? Да. Ну, Паш, ты честно оставишь? Да. Ну все, я забираю его. Скажи нашим телезрителям, чтобы они не переключались. Да. Так, а скажи, оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Все, сказано, сделано. Оставайтесь с нами, еще удивим.